Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня третий выпуск нашего экологического дневника наблюдений, и я вновь хочу поговорить о несанкционированных свалках. В социальных сетях размещена информация о том, что в районе озера Орлик появилась свалка. То есть, как это появилось, спросите вы у меня. Наверное, мусор туда привезли. Скорее всего, местные жители. Ну, а кому же еще? Администрации всех уровней со свалками борются, а горожане ссорят. Не повезло нам с горожанами. Вот какой пейзаж открывается на озере Орлик. Недалеко от силикатного завода и озера Орлик образовалась свалка мусора. Количество отходов увеличивается с каждым днем. По словам местных жителей, его привозят камазы по несколько раз в день. Обратите внимание на то, что это за мусор. Ни пивные банки и бутылки. Ни бытовые отходы. Основную его массу составляют спилы городских деревьев. Листва в огромных мешках. Мусор горит. По предварительным оценкам, для ликвидации этой свалки необходимо более 40 грузовиков. Несколько бульдозеров и экскаваторов. Вы спросите, как же так получилось? Кто привез весь этот мусор? Что грозит нарушителям? И кто будет ликвидировать эту свалку? Мне тоже интересны эти вопросы. И ответы на них имеются. В течение трех кварталов текущего года управлением выявлено 132 свалки на общей площади около 5 гектаров. Из них на настоящий момент ликвидировано 73% выявленных свалок. Свалки выявлялись как управлением, так и органами исполнительной власти Брянской области, это департамент природных ресурсов и экологии, а также администрации районов. То, что грозит гражданам за и юридическим лицам, это штраф по статье 8.2 КАП, либо 8.6 часть 2 КАП Российской Федерации. Значит, юридические лица штраф от 100 тысяч до 250, должностный штраф от 10 тысяч, граждане у нас тоже штраф получается от 3 тысяч рублей. За то, что они устроили нестационированную свалку, то есть вывалили в неустановленном месте, не контейнеров, мусор. Значит, к этой работе, проводимой по выявлению ликвидации, принимаются обращения граждан. Значит, на территории города Брянска и его районов за выявление ликвидации отвечают первую очередь администрации соответствующей районного города Брянска. В городской администрации есть соответствующий отдел экологического надзора, он расположен на Афокине 49. Можете обращаться в управление, либо департамент природных ресурсов и экологии Брянской области. Все эти организации обязаны принять меры по выявлению и ликвидации свалок. Услышали? Администрации районов сами выявляют свалки, сами сообщают о выявленных свалках вышестоящей инстанции, сами эти свалки ликвидируют. Ну, все логично. А вот фотография автомобиля КамАЗ, который утром 23 октября вываливал очередную гору мусора на эту свалку. Обратите внимание на его номер. Нам удалось выяснить, что это автомобиль, зарегистрированный на дорожное управление Бежицкого района. А еще мы пообщались с водителем, который пояснил, что возить мусор на эту свалку ему приказало руководство. То есть несанкционированную свалку санкционировала администрация Бежицкого района. По интернету местные жители сообщили нам, что в данном районе находится несанкционированная свалка. Мы с ребятами выехали на место и обнаружили, что кроме строительного мусора и бытовых отходов в большом количестве здесь содержатся порубочные остатки и обрезки неплодовых деревьев. Мы предположили, что эти остатки привезли сюда сотрудники либо администрации, либо дорожного управления. И вот буквально пару часов назад мы сфотографировали КамАЗ, водитель которого сообщил нам, что начальство сказало ему вывозить мусор на данную территорию. Он как раз привез порубочные остатки и сообщил, что его начальством является Бежицкая районная администрация. Кроме этого, пообщавшись с местными жителями и с работниками, находящимися на данной территории, мы выяснили, что свалка, которая находится в 150 метрах отсюда, достаточно крупного размера, также из порубочных остатков и строительного мусора, образовалась в течение последних несколько дней. В настоящее время она к тому же еще и горит. Администрация и сотрудники местных предприятий никаких мер для ликвидации этого не предпринимают. Этого не может быть, подумал я. И решил пообщаться с руководителем дорожного управления Бежицы. Но тот был на совещании. А его заместитель в отпуске. Тогда я попробовал прояснить ситуацию главы Бежицкой районной администрации. Но он спешил на совещание, а его заместитель был в отпуске. Тогда я обратился к руководителю городского спецавтохозяйства. И он, правильно, спешил на совещание. Но минутку пообщаться все же нашел. «Кронирование обычно у нас, я насколько помню, у нас оно обычно бывает январь-февраль. Январь-февраль месяцы. Хотя и бывает и в декабре. Значит, будет муниципальный заказ с комитета по ЖКХ. И мы, естественно, эту работу будем делать. Потому что не слышу. Ну да. У нас муниципальный заказ комитет по ЖКХ нам дает. И мы тогда в определенные сроки, которые есть, мы определенный объем и определенные сроки, определенные улицы. И мы будем работу эту делать. Для нас это не новое, а это нормально». «Ну вот мы сейчас проехали, там Бежицы видели, подрезают некоторые деревья». «Значит, они уже приступили к этому работу». «Да. Значит, вот подсказывает директор Володарского предприятия, в Бежицы сейчас там делают освещение, поэтому кронируют деревья, которые мешают этому. Мы видели огромный объем участок, вернее, все участки принимали в этом дело. Значит, это по улицу Речную там делали, видели освещение. Практически строилось. Не то, что строительство было. Вот. И, конечно, мы занимались тем, что кронировали деревья, которые удаляли некоторые поросли там и так далее, и так далее. Поэтому эта работа нормальная и ежегодная». «Рутина?» «Ну, в принципе, да». «Понятно. Ну и вот бывает, там экологи волнуются, и в некоторых СМИ проходят сообщения, что якобы мусор, вот эти порубочные остатки, там, куда-то не туда вывозят. Расскажите, куда все-таки деваются листва собранные, и обрубки деревьев?» «Дело в том, что я знаю, что в Ладарском районе, на участке Ладарском, они приобрели такую специальную машину, которая, она рубит вот эти сучья, ветки. Там, по-моему, до 200 миллиметров толщиной деревья небольшие и ветки. У них это делают, они сучья эти рубят. Есть такая машина специальная. Посмотрим, если она, в принципе, она нормально себя показала. Посмотрим, если и дальше будет все нормально, значит, мы тогда на все остальные участки купим такой же, по такой же машине. «Она только на Володарке сейчас работает?» «Сейчас на Володарке. Они проявили инициативу, они сами купили эту технику. Поэтому, так сказать, тут посмотрим, если дальше будет нормально, мы на остальные все купим. А остальная листва как? Завозится, и мы возим, потом перевозим на полигон. Полпинский? На Полпинский полигон, да. Там просто вот местные пожаловались сегодня, что на Орлик там куда-то возят, мусор какой-то непонятный. Значит, объясню. Теми предприятиями, которые наши дорожные предприятия, они, это исключено, чтобы кто-то из, допустим, там, или Володарский, или Бежевский, или Фокинский, или Советский куда-то возил на несоционированную свалку. Это исключено, чтобы они возили на Орлик или еще куда-то. Этого не может быть в природе. Внимание! Кронирование производится в декабре-январе. Порубочные остатки ввезут на полигон Большом Полпино. В Володарском районе специальная машина, которая дробит сучья. Вот что мы увидели в Володарском районе за пять минут до общения с Александром Васильевичем. Такая же ситуация и в Бежице. Работники нам пояснили, что сучья везут на свалки. Ничего, ни о каких специальных дробилках нам не сообщали. А вот что рассказал про завоз порубочных остатков на Полпинский полигон, его директор Владимир Владимирович Чашняхов. Если муниципальное предприятие, муниципальное бюджетное учреждение дорожного управления, то, к большому сожалению, у нас нет договора на утилизацию с данной организацией. Да, мы продолжаем оказывать услуги, но договоры подтвердить того, что порубочные остатки приходят, мы не можем. За последний год более 8 миллионов дорожного управления, по нашим данным, незаконно собралось с населения деньги за те услуги, которые они оказывают. Сейчас, насколько я знаю, коммунальщики очень хорошо убирают город. Что привозилось? Я не могу подтвердить, что все, что собирается, привозится именно на полигон в связи с отсутствием договора. Но, насколько я знаю, по данным экологов Брянска, количество несанкционированных свалок резко возросло. Путь решения очень простой. Соблюдение правил благоустройства, принятых на сессии горсовета в июне месяце, когда четко прописаны правила работы с отходами ТБУ в городе Брянске. К большому сожалению, прошло время, эти правила, законы есть, но они не исполняются. Поэтому то, что здесь случайно сняли видео, это случайность. А на самом деле, это закономерность, когда одна машина идет на полигон, а 5-6 идет в разные уголки города Брянска. Потом у нас горят сутки, горят свалки, а мы удивляемся, почему в Окинском районе дым. Очень просто, потому что кто-то решил скрыть то, что они сделали. Просто подожгли, а это вызвало дальнейшее возгорание уже и листвы, деревьев, то, что было. Александр Васильевич, так возите мусор на Орлик или нет? Теми предприятиями, которые наши дорожные предприятия, это исключено, чтобы кто-то из, допустим, или Володарский, или Бежевский, или Фокинский, или Советский куда-то возил на несоционированную свалку. Это исключено, чтобы они возили на Орлик или еще куда-то. Этого не может быть в природе. Мы обратимся в природоохранную прокуратуру для разъяснений, что может, а чего не может быть в природе. Всего доброго. Берегите природу.